Здравствуйте, уважаемые подписчики, а также гости нашего канала. Сейчас у нас находится в ремонте ноутбук HP Pavilion DV6. И у него проблема при включении. Мы слышим шум вентилятора, горит индикация, но нет изображения на экране, не выводится. Сейчас мы его включаем. Собственно, слышим шум, отработку привода. И больше ничего не происходит, кроме как мигает индикатор на капслок. Сейчас будем разбирать этот ноутбук и проводить диагностику. И так, сразу же могу вам сказать. Сняли мы крышку. Перед нами сейчас находится материнская плата, система охлаждения. И, в принципе, видно, что система охлаждения не чистилась. То есть, сейчас попытаюсь приблизить и покажу вам. То есть, вот со стороны кулера очень много пыли. Сейчас будем разбирать дальше. Снимем кулер и увидим. Там по-любому есть... Уже насобирался просто очень большой слой пыли. И, скорее всего, у нас проблема либо с северным мостом, либо с чипом видеокарты. Как следствие перегрева. То есть, из-за того, что не чистили систему охлаждения, чипы перегревались и вышли из строя. И так, сняли мы материнскую плату. В принципе, видно здесь следующее. Возможно, здесь уже плата разбиралась, потому что, например... Ну, вернее, ноутбук разбирался, потому что видно, что батарейку биоса снимали. И вот здесь, вот здесь, вот, да, сломана защёлка. Сейчас мы будем снимать систему охлаждения. Вот, и смотреть, если менялась термопаста, допустим, раньше, то мы увидим. Вот, ну, или вообще, если кто-то сюда лазил, то, опять же, мы заметим. Итак, сняли мы систему охлаждения. И, в принципе, здесь мы наблюдаем следующее. То есть, уже ноутбук разбирали. И причём, вот если видно... Сейчас мы опять увеличим. Ситуация в следующем. Вот здесь, где стоит северный мост, здесь должна быть термопрокладка. На том месте, где прижимается радиатор к кристаллу процессора, здесь термопаста. Здесь всё верно. Здесь вот видно, что на сам чип северного моста получается капнули немного термопасты. Вот сюда. И смели термопрокладку. И, собственно, скорее всего, мы сейчас будем смотреть. Проблема именно с северным мостом. Потому что, ну, вот такой вот площади просто не хватало для нормального охлаждения микросхемы. Дальше смотрим. Вот у нас тут идёт ветка охлаждения видеокарты. И здесь, в принципе, видно, что нормально по площади термопаста. То есть, здесь должна быть. Поэтому, ну, то есть, ребята, те, которые делали раньше ноутбук, то есть, меняли термопасту. То есть, здесь они сделали верно. То есть, по ветке видеокарты здесь термопаста. По ветке процессора здесь тоже термопаста. Но они налажали с северным мостом. Так, как мы можем проверить, что проблема именно с северным мостом? Ну, мы можем попробовать немного прогреть этот чип. Где-то, ну, на нашей паяльной станции фен будет показывать 380 градусов. Где-то в течение, там, двух минут. Приблизительно, то есть, контролируя этот процесс, приблизительно, чтобы в районе 100 градусов прогрелась плата вместе с щипом. Вот в этом месте. Вот. Для этого мы убираем вот здесь вот эту защитную пленочку щипа. Дальше наносим, где мы можем нанести флюс. Сейчас мы этот чип прогреем обычным паяльным феном. Вот. Довольно-таки аккуратненько. Вот. И потом накинем систему охлаждения и подключим наш ноутбук к питанию. И посмотрим, есть ли проблема действительно с этим чипом. Опять же, мы не можем быть уверены на 100%, что именно с ним у нас проблема. Но мы предполагаем. То есть, то, в принципе, этот маленький прогрев, он решит эту проблему. То есть, мы увидим индикацию, то есть, мы увидим вывод изображения на экран. Вот. Ну, а дальше уже по ситуации, то есть, сначала мы делаем эту процедуру, а дальше уже смотрим по ситуации в зависимости от результата. Так, собственно, прогрели мы северный мост. Сейчас мы накинем систему охлаждения. Ну, и вот видно, вывод изображения пошел. То есть, проблема действительно у нас с северным мостом. Выключаем. Дальше, дальше, нам нужно аккуратно снять вот эти вот уголочки лака, либо клея. Значит, мы их будем снимать аккуратненько. Обычно мы используем деревянные зубочистки, то есть, или просто зубочистки. Значит, этим вообще просто, как бы, минимальный риск повредить деревом, в общем, плату, только проводящую дорожку. Значит, ну, и предварительно будем подогревать вот эти вот уголки, потому что клей только при подогреве размягчается, и можно его более или менее убрать вот с этих углов микросхемы. Итак, собственно, плату мы подготовили к тому, что мы будем снимать северный мост. Музыка. 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 Итак, плату мы сняли со станции. Значит, чип мы поменяли на новый. Сейчас разбираем стоечки и ставим на место держатели системы охлаждения, процессора, видеокарты. Ну вот, собственно, то, что и требовалось нам доказать. Чип работает. Сейчас будем собирать ноутбук полностью уже, пробежимся по некоторым нюансам по системе охлаждения и будем дальше уже тестить ноутбук на нагрузках.